Сегодня я хочу сфокусироваться на одной мысли, которую раскрывает для нас Писание. Она жизненно важна, очень проста и звучит так. Бог творец и дизайнер всего. Бутие один-один. Это практически самое начало Библии. Если вы не ученые и не знаете, где найти это место, откройте оглавление, а затем переверните страницу. Вероятно, это самый известный стих в Библии. Я подозреваю, что и вы хорошенько его запомнили и вообще знаете. Итак, давайте вначале. Какие вы умные. Сотворил Бог небо и землю? На это можно посмотреть двояко. Для отличной книги будущего бестселлера нужна была меткая первая фраза с масштабом, широтой, влиянием. Это один вариант. Либо вы понимаете, что это основная мысль всей последующей истории. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Я бы проголосовал за второй вариант. Эта фраза меняет все. Будь она в любом другом месте Библии, вы бы ее не заметили. Вы бы просто пожали плечами и подумали, что она доналишь для связности текста. Но все не так просто. Мысль о том, что Бог-творец — это часть канвы Писания. Она подтверждается во всех книгах, во всех временных периодах, всеми известными вам персонажами Библии. Я составил список из нескольких примеров, и он далеко не исчерпывающий. Я бы хотел, чтобы вы увидели широту этой мысли в Писании. Перед тем, как мы закончим, я попрошу вас сделать свой выбор относительно этой мысли. Откройте 31 главу Исхода. Это вторая книга Библии. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Каждый седьмой день — это напоминание о том, что в предыдущие шесть дней Бог творил. Когда приходит выходной, и мы отдыхаем от своих трудов, то в том числе нужно задуматься о том, что Бог творит с неба и земли, и всего, что на ней. В четвертой главе Второзакония сказано, «Ибо спросил времен прежних, бывших прежде себя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба». Бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Бытие, Исход, Левит, Число, Второзаконие. Пятикнижие Моисея, сердце еврейской Библии. Первые книги Библии подтверждают, что Бог творец. Перейдя к историческим рассказам, книгам Судей, Царств и Пророков, вы увидите продолжение этой темы. В 16 главе Первой книги Паралипоменон сказано, «Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил». Мы изучали принципы чтения и толкования Библии, и вот один из них. Если вы видите, что какая-то мысль повторяется во всем Писании, в разном историческом и социальном контексте, то дело не только в том, что это хорошая мысль. Это значит, что эту мысль сложно воспринять, или же ей постоянно противостоят. Мы можем подумать, что только в 21 веке люди сочли себя слишком умными, чтобы не верить, что Бог сотворил небеса и земли. В это легко верить. Историческое высокомерие и самодовольство нашего поколения вынуждают нас думать, что наши трудности уникальны. Раньше верить было легче. Но Писание так не говорит. Вернемся к Древнему Израилю и монархиям. Пророки неустанно напоминали людям о Боге, поскольку было много всевозможных божеств и идолов. Все эти идолы сулили экономическую выгоду и социальный статус. Франанский Бог по дороге обещал хороший урожай, большой доход и безопасность. Люди поплонялись Вау и Астарте, египетским богам, которых выведели благодаря Голливуду. Пророки напоминали, что все идолы-обманщики, у них нет силы. Есть только один истинный Бог, всемогущий Бог, Творец неба и земли. Это мысль, которую не так легко принять. Но то, что вы не сразу ее принимаете, не значит, что вы неверующий или жестокосерный, а вы просто человек. То, что наше поколение противится этой мысли, не значит, что мы умнее предыдущих поколений. Это значит, что в каждом поколении есть дух, который противостоит Богу. В 21 веке ничего не изменилось? Если вы не заметили, 4 книга Царств, 19 глава. «И молился Иезекия под лицом Господнем и говорил, «Господи Божий Израиль, сидящий на Херувине, Ты один Бог всех царств с земли, Ты сотворил небо и землю. В 9 главе Неймии сказано, «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их». Да, переверните обратно. Я еще не прочитал один стих. «Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И ты живишь все сие. Небесные воинства тебе поклоняются». Наверняка вы помните, что Неймия был веночерпием у персидского царя. Он был иностранцем, живущим в чужой стране. Этот период истории мы называем пленом. Иерусалим и храм были разрушены. Часть населения была вывезена в Вавилон, который превратился в Персидскую империю. Неймия занял высокий пост, однако он снова подтверждает, что Бог творит с неба и земли всего, что на ней. В такое время было очень важно об этом напоминать. Евреи жили на чужой земле среди людей, которые не поклонялись Богу Авраама, Исаака и Иакова, в языческой культуре, среди языческих храмов и языческих ритуалов. У них больше не было привилегий приносить ежедневные жертвы. И праздники они отмечали уже не так, как на родине. Они помнили свою историю и своими глазами видели разрушение Иерусалима, армии чужаков. Они видели, как был разрушен храм всемогущего Бога. Они больше не отмечали Пасху в Иерусалиме так, как делали это много сотен лет. Я не могу не представить, не выразить словами, насколько они были эмоционально сокрушены. Это можно примерно сравнить с тем, что кто-нибудь сравнял бы с землей Вашингтон, и все известные вам здания и памятники, часть нашей истории, все это было бы разрушено. Это поколебало бы вашу уверенность. Это вынудило бы вас переоценить вашу веру, то, чему вы доверяете, и ваш источник, не имея говорил народу Божьему. «Господь сотворил небеса и землю, и все, что на ней». Не имея подтверждал величие, силу и мощь всемогущего Бога. Мы не можем себе позволить пропустить это. 38 глава Иова. Вы ведь знаете историю Иова. Некоторые ученые считают, что это самая древняя книга в Библии. Иов был очень успешным, влиятельным и праведным человеком. Бог даже хвалился Иовом. Когда пришел сатана, Бог сказал, «Нет на земле таких, как Иов». Сатана ответил, «Лишь потому, что ты его так благословил». Вы знаете, что Бог желает вас благословить? Порой я с улыбкой смотрю на христиан, которые спорят о таких простых вещах. Бог хочет для вас доброго. Хм, я служу Богу не ради добра вообще-то. Хорошо, а он все равно хочет для вас доброго. А я почему-то в это никак не поверю. Хм, я понимаю, что вы не можете измерять свое духовное благополучие, духовное здоровье маркой своей одежды или балансом своего счета. Это нонсенс. Но можем ли мы согласиться, что Бог желает для вас доброго? Библия говорит, что изобилие — это благословение, а бедность — это проклятие. Я знаю праведников, которые страдают от лишений. Если у вас трудные времена, это не означает, что вы унижены. Иов тоже пережил такой период. Он потерял все, что у него было. Он потерял свое богатство, свою семью. Он потерял почти всех своих друзей. Он потерял свое имение и даже потерял здоровье. Это необычная книга, потому что Бог разрешил всему этому произойти с Иовом. Вы видели еще местописание, где Бог разрешил бы встряхнуть человеком? Иисус как-то сказал Петру. Я молился за тебя. Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Я всегда думал, что это странная молитва. На месте Петра я бы сказал, нет, Господь, помоли, чтобы этого не случилось. Скажи дьяволу, чтобы оставил меня в покое. Жизнь бросает нам много вызовов. Не позволяйте своему имуществу быть барометром того, кто вы в Христе. Но не отвергайте мыслью, что Бог желает для вас доброго. После того, как Иов все потерял, пришли его друзья. Что же они сказали? Они стали перебирать причины, по которым Иов лишился всего. Но никто из них не озвучил точку зрения Бога. Когда Бог нас слушался, Он сам вступил в разговор. Иов 38 глава, 2 стих. «Кто сей омрачающее провидение словами без смысла?» В переводе Живой Библии сказано, «Кто это такой умный тут? Что-то говорит». Мне нравится это место. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж». Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. «Соберись, сейчас я буду задавать вопросы». «Где был ты, когда я полагал основание земли?» «Скажи, если знаешь, если ты такой умный, расскажи, как я все это сотворил». Бог всегда стоит на этом. Это подтверждение Его власти и силы. Если вы предпочитаете Новый Завет, откройте 10 главу от Марка. Тут Иисус говорит, «Вначале же создание Бог мужчину и женщину сотворил их». Заметьте, Иисус верил, что Бог творец. Вы верите в Иисуса? Не думаю, что Он притворялся глупым из-за того, что жил в первом веке. Иисус сказал, что Он истинным. Путь, истинная жизнь. Если Он знал, что Бог создатель, значит, в наших с вами интересах принять то, чему учил Иисус. В свете последних споров стоит отметить, что Иисус сказал, Бог сотворил мужчину и женщину. Я обеими руками за выбор, свободу и возможности, но мы настолько отошли от истины, что решили, будто у нас есть выбор, которого Бог нам не давал. 13 глава от Марка. Иисус говорит, «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже данный». Он вновь говорит о том, что Бог — Создатель. В первой главе римлянам сказано, «Ибо невидимая его, вечная сила его, и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». В этой главе Павел делает блестящую презентацию, и в сердце ее мысль, что в творении заложено откровение о Боге. Его вечная сила и божество воплотились в его творение. Ни один человек не сможет это отрицать. Это ясное признание того, что Бог — творец. А дальше Павел пишет о том, что мы отказались признать Создателя, и вместо этого решили поклоняться творению. Речь не только об идолах. Изображениях животных, людей или чего-то там еще. Поклонение творению — это то, чем наше поколение увлеклось, наверное, больше всех остальных. Это очень заметно на просторах общественных дискуссий. Либо вы заинтересованы в спасении китов, пятнистых сов или редких пород лошадей, либо начинаете дискуссию о признании Бога творцом. Что если мы больше стремимся поклоняться творению, чем тому, кто его создал? Я верю, что на нас лежит ответственность распоряжаться всем, что есть на земле, и заботиться о нашей планете. Но я не хочу поклоняться лесу. Я хочу поклоняться тому, кто его сотворил. Но как же на нас сегодня давит культура? Поймите, что эта идея не нова. Эти вызовы возникли не в 21 веке. Голоса, которые полагают, чтобы глуповаты, плохо информированы, или же слишком простодушны и старомодны из-за того, что верите в Бога, который сотворил небо и землю, не новые. Эти голоса были уже в первой главе бытия, когда в саду прозвучал вопрос, подлинно ли сказал Бог, на земле действует дух, который с самого начала противостоит власти всемогущего Бога. Поэтому не извиняйтесь за то, что вы решили верить в Бога. Не чувствуйте себя неадекватным, плохо подготовленным или старомодным. Это не так. В будущем вы будете благодарны за то, что решили верить во всемогущего Бога. Аминь. Библия — ненаучная книга. Она не открывает нам всего. Библия не рассказывает об изначальном происхождении Земли. Открывая Писание, Книгу Бытия, мы видим, что Земля уже существует. Описано, что вначале был хаос, и Дух Божий носился над бездой. Из этого хаоса Бог создал порядок. Ничего не сказано об изначальном происхождении Земли. Библия просто говорит, что ее сотворил Бог. Меня не раздражает большой взрыв. Если вам хочется назвать то, что было до первой главы Бытия, большим взрывом, пожалуйста. Но я знаю, что Бог — автор жизни и всего, что есть на Земле. И это не противоречит науке. Наука непрестанно борется с истиной. Но наука — это незаконченный труд. Не так давно самые блестящие ученые нашей планеты верили, что Земля плоская. Не так давно самые выдающиеся врачи нашего мира не мыли руки между приемами пациентов, не потому что так было проще. Они не знали микробов. Через несколько сотен лет второклассники будут смеяться над тем, чего мы сегодня не знаем. Я благодарен за ученых, науку, знания. Получайте образование, пока можете. Но не нужно ему поклоняться. Это лишь способ понять мир, в котором мы живем. Если вы начнете с истины, которую открыл нам Бог, это даст вам разумение в понимании нашего мира. Самые выдающиеся ученые нашего времени приняли идею об умном замысле. Они смотрят на наш мир, на творение, и говорят, что порядок, точность и упорядоченность нашего мира требует иного объяснения, нежели случайность. Нельзя смотреть на мир и думать, он просто появился. Возможно, это не лучшее применение нашего интеллекта. Я знаю, что есть всевозможные теории. Хорошие. В которых высоко квалифицированные люди задействовали множество слов. Однако я хочу привести вас к главной мысли. А вот книга, и называется она Библия. Назовем ее просто книгой. Издательство и книги оказывают огромное влияние на мир. Как получить с книгом? Бумагу делают из древесины. Представим, что когда-то давно в лесу упало дерево, и, как обычно, начало разлагаться. Удивительным образом древесина разложилась до бумаги, в виде самих страниц. Далее они сложились в аккуратную стопочку. В лесу, где упало дерево, жили улитки. Бесчисленная популяция улиток мигрировала туда. Где лежала стопка бумаги. Когда улитки умерли, в их тельцах накопилась краска, похожая на чернила. На чернила. Когда улитки умерли, краска легла пятнами на бумагу. Она легла таким точным рисунком, что однажды вы увидели в нем слова. Как-то раз после того, как дерево упало, а улитки умерли. Пришла корова. Эта корова умерла прямо там же, где упало дерево, а затем погибли улитки. Часть кожи этой коровы обернулась вокруг стопки бумаги. Одной темной ночью разразился шторм. Молния ударила в кусок коровьей кожи. И появилась ленточка. Вы прилюдно смеетесь над моей историей, потому что она кажется вам невероятной. При этом вам кажется... что так не бывает. Вам хочется верить, что я просто появился. Раз и все. Количество случайных событий, которые должны для этого произойти, в строго определенном порядке, по сравнению с моей историей о книге, станут детской сказкой. Раз и все. Почему это так важно? Я не хочу спорить с научным сообществом. Я не стараюсь разжечь спор с академиками. Мне нравится учиться и изучать. Но если вы верите, что Бог — создатель, это меняет все. Все в ваших с Ним отношениях. Всемогущий Бог становится вашим союзником. Это суть Писания. Давайте откроем вместе восьмую главу послания к римлянам и прочитаем. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за вас, так ли важно, кто против вас? Меня это не слишком волнует. Где же предел Божьей заботы о вас? Знаете? Об этом говорит следующий стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего, что сделал Бог, что Он для вас совершил, отдал своего сына. У нас была проблема, которую мы не могли бы решить сами. Мы были бессильны победить недостаток, с которым столкнулись, а Бог отдал своего сына. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто оправдывает нас с вами? Создатель. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Вы знали, что Иисус за вас? Не потому что вы совершенны. Вся история Иисуса подтверждает, что мы несовершенны. Крест был необходим. Смерть была необходима по причине наших недостатков. Гробница опустела ради нашего оправдания. Библия разрешает нам смело приходить к Богу, когда нам это нужно, а не когда мы свершим. Если вы споткнулись, упали, потерпели неудачу, сбились с пути, называйте неправедность как угодно, не уходите от Бога, идите к Нему. Бог позаботился о нас с вами. Не нужно притворяться. Просто придите к Нему и скажите, Господь, помоги мне, помоги мне, я ошибся. Иисус будет ходатайствовать за вас. Это и есть жизнь в изобилии. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или меч? Жизнь в изобилии. Это не только легкость и комфорт. Нет, вовсе нет. В жизни бывают моменты, когда вам совсем нелегко и некомфортно. У всех, но наша надежда на Земле и Вечность основана на всемогущем Боге. В начале года мы с вами начали новую тему. Я приглашал вас совершить свой прорыв. Он не зависит от вашей силы, ресурсов, иммунитета или связей. Он зависит от того, что сделает для вас Бог. Это делает Бог. Я не хотел, чтобы в конце года вы не вспомнили о приглашении к прорыву. Сотни из вас поделились со мной историями прорыва. Но мы еще не закончили. Божьи сроки — это одна из самых непредсказуемых сторон моих с ним отношений. Честно говоря, я их не понимаю. Порой я читаю Библию и не понимаю ее. Я знаю, что история Даниила в львином рву «Прекрасная история». Я рад, что Даниил вышел из этого рва. Но будь вы Даниилом, вам бы, наверное, хотелось, чтобы Бог вмешался раньше, чем вы попали к кошечкам. А вы бы лучше засвидетельствовали, что на ваших врагов упал камень с неба, и вам не пришлось идти ко львам. Мне нравится история о трех юношах. Их бросили в печь, но они вышли оттуда, и от них даже не пахло дымом. А мне бы не хотелось идти в печь. Я рад, что Бог вызволил Петра из тюрьмы. Он послал ангела, тот разбудил Петра. Дверь открылась, и они вышли. Но я бы все-таки попросил избежать тюрьмы. Сроки Бога непредсказуемы. Тем не менее, я верю в Бога. Откройте и Эфесиным 6 главу. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Какова сила нашей жизни? Сила Божия. Что помогает нам выстоять? Сила Божия. Всеоружие Божие, оно нужно нам. Очевидно, это часть задачи творения. Бог сотворил нас, чтобы мы сражались. Он говорит, облекитесь во всеоружие и сражайтесь. Вы не сможете этого избежать. Вы не можете выбрать что-то свое. Вы будете либо победителем, либо побежденным. Это многое объясняет. Посещение церкви не делает вас последователем Христа. Вы должны решиться облечься во всеоружие и сражаться. Многие из вас хотели бы видеть другую картину мира, другие решения для ваших детей и внуков. При этом вы заняты и вам кажется, что это сделает кто-то другой. Однако Бог коснулся нас и сказал, «Ты и есть этот кто-то. Я призвал тебя идти до края земли и учить все народы». Тебя, а не пастор. Это великая мысль, и она изложена в Библии. Бог призвал каждого из нас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам, подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Божие творение это удивительное выражение его изобилия. Оно удивительно по своему разнообразию, качеству и фантазии. Если он ничего не пожалел для творения, неужели вы думаете, что он не желает для вас блага? Бог предназначил нам жизнь в изобилии даже среди трудностей. Но как? В этой серии посланий пастор Аллен исследует эти вопросы. Сделав пожертвование, вы получите серию посланий на шести дисках и книгу. Эти практические инструменты помогут вам жить в изобилии через Христа. Звоните нам по номеру, указанному на экране. Или заходите на наш сайт, чтобы получить свой экземпляр. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. Божие творение — это удивительное выражение его изобилия. Оно удивительно по своему разнообразию, качеству и фантазии. Если он ничего не пожалел для творения, неужели вы думаете, что он не желает для вас блага? Бог предназначил нам жизнь в изобилии даже среди трудностей. Но как? В этой серии посланий пастор Аллен исследует эти вопросы. Сделав пожертвование, вы получите серию посланий на шести дисках и книг. Эти практические инструменты помогут вам жить в изобилии через Христа. Звоните нам по номеру, указанному на экране. Или заходите на наш сайт, чтобы получить свой экземпляр. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир.